Друзья, всем привет! Только что я провел прямой эфир на очень интересную тему «Может ли женщина духовно расти без мужчины?» Разобрали кучу интересных кейсов, ситуаций, но, к сожалению, эфир не записался. Поэтому я решил сделать небольшое видео, в котором просто сейчас сделаю выводы и расскажу самые интересные моменты. Ну, во-первых, начну с своего пути духовного, который начался, наверное, лет 15, когда я думал, что духовный путь – это какие-то медитации, аффирмации, визуализации, энергетические практики. Я лет 10 путешествовал, объехал больше 40 стран и как раз всем этим занимался, всем этим творчеством, которое привело меня к очень простому пониманию, что такое духовный рост с моей точки зрения. Я понял, что духовный рост начинается, на самом деле, с самого рождения, как только мы пришли в эту жизнь развивать тело, ум и душу. Ну, а настоящий духовный рост начался тогда, когда мы с моей супругой встретили друг друга, ну, собственно, когда мужчина и женщина встречаются. Два тела сначала, два тела и два мозга. У них возникает химия, и таким образом зарождается это ядро. И как только… А как зарождается ядро? Мужчина и женщина говорят, а давай с тобой всю эту жизнь проживем вместе. И вот это и есть точка старта духовного роста. Не тогда, когда женщина выходит и говорит, ты мне мешаешь духовно развиваться, пойду я медитировать, там где-нибудь путешествовать, заниматься духовным ростом, а ты мне мешаешь. Кстати, мы этот кейс тоже разбирали. Это как раз ошибка. Это когда мужчина и женщина учатся вместе развиваться, а развиваться это значит договариваться. То есть фактически духовный рост начинает с момента, когда они приняли решение жить вместе, и для этого им необходимо, просто жизни им необходимо, каждый день всю оставшуюся жизнь договариваться. Это непросто, это наверное даже самое сложное, что может быть в этой жизни, жить с одним человеком, с ним договариваться. Потому что это два разных мира, два разных полиса, две разные картины мира, два разных воспитания. Это разные два гендерных типа, мужчина и женщина. В общем, тут все разное, разные потребности, разные интересы, разные ценности. И вот представьте, что все это нужно синхронизировать. И конечно, одной жизни не хватит, чтобы они перемешались между собой, и для этого, собственно, есть этот духовный рост. И для этого что должны делать мужчина и женщина? Постоянно друг с другом договариваться. Чем ниже уровень развития их, чем ниже их духовный уровень, или уровень разумности еще можно назвать, тем сложнее им договариваться. Тем проще им развестись, разбежаться, кто-то кого-то ударил, осудил, оскорбил, унизил. Все, разбежались. Но от этого они на другой уровень духовный не перейдут. Они просто берут следующего партнера точно такого же уровня. И с ним опять начинается та же история, после того, как химия пройдет, а проходит она еще быстрее. И поэтому самый простой способ, на мой взгляд, уже выбрали, определились, и вместе начинаете двигаться. Кто-то скажет, что вместе не получается, я развиваюсь, а он нет. И мы тоже этот кейс разбирали. И когда мы его разобрали, оказалось, что женщина развивается финансово, только прям прокачивает, а он там в семье детишек любит, подгузники меняет, готовит. Но при этом уровень разумности у них одинаковый. Но каждый из них считает, что он достоин чего-то лучшего. На самом деле идеальная пара. К примеру, жертва-агрессор, или наоборот, агрессор-жертва. То есть они тоже притянулись. Или экстраверт-интроверт. Сильная личность-слабая. То есть, понимаете, создатель, он создал настолько уникальный мир, в котором говорит, ну все, ну видите, тела притянулись, начните духовно развиваться. Духовно это значит повышать уровень разумности. Но уровень разумности, или, иными словами, умения договариваться, он определяется тремя очень простыми маркерами или индикаторами. То есть если вот в этой ячейке, в этом ядре, все больше взаимопонимания, взаимной любви, взаимного уважения, исходя из разумности, то у них однозначно будет все больше денег, все больше прекрасного качества на сексе, может быть не количества, а именно качества. И вообще отношения, отношения будут все лучше и лучше. И, конечно, они будут все здоровее и здоровее. То есть они бы стройные, красивые, успешные, энергичные. То есть энергия, любовь и деньги. То есть если все эти три небоскреба в ваших отношениях растут, то прямо себе ставьте галочку, вы духовно развиваетесь. Если какой-то из этих аспектов провалится, например, кто-то денег не зарабатывает один. Это тоже, кстати, говорит о том, что где-то вы о чем-то не договорились. Или взаимопонимание, нет конфликты постоянные, значит где-то какой-то провал. Или, например, нет энергии, нет уверенности, нет здоровья. Как с этим работать, как работать с духовностью? Некоторые говорят, где бы мне найти такого духовного учителя, научиться медитировать, афирмировать, визуализировать, практики энергетические делать. Это все здорово. Если вы чувствуете, что вам именно этого не хватает, чтобы ваша система была сбалансированная, пожалуйста. Я вижу просто огромное количество людей, которые встают на путь, как в книге. Десять болезней, передающихся духовным путем. И на самом деле духовная гордыня, она на самом деле маскируется в такие истории, что даже ты представить себе не можешь, как окажешься в тупике, но ты увидишь что-то в тупике, когда семью потерял. Или оп, бизнес потерял. Или оп, здоровье потерял. Вот три ключевых индикатора. Поэтому берите себе тренера по здоровью, фитнес, спорт, то, что подходит вам. Если вы мужчина, то мужские виды спорта, женщина, женский. Берите себе бизнес тренера и прокачивайте свой бизнес, свое любимое дело, но сначала его нужно найти. И третье, конечно, отношения. Причем лучше соотношения начинать. То же самое тренер. Тренер это чемпион по этому виду деятельности. Отношения, деньги, финансы или здоровье. Понимаете? То, чего вам больше всего не хватает. Тренер. Мы тут тоже разбирали кейс, как выбрать тренера. Потому что были неудачные попытки. Девушка говорит, я брала уже тренеров и, к сожалению, у меня проблемы не решились. И она сама развелась. Психолог. Значит, не того тренера нашла. Либо надо пробовать другого. До тех пор, пока вы не почувствуете, что у вас тренером тоже какая-то химия образовалась. Тренер должен быть чемпионом в этой области, которая для вас самая важная. Он должен быть практик, а не теоретик. Поэтому он реально должен минимум 20 лет, например, быть в браке. Или 20 лет он должен строить какие-то бизнесы и действительно в этом быть экспертом. Или он должен быть стройным, красивым, что вы хотите, энергичным. И еще важный момент. То есть человек должен быть не просто практиком. Он должен еще иметь систему обучения. То есть он много лет обучает других людей быть таким же, как он. То есть если он тренер, например, по, условно говоря, по большому теннису или по плаванию, то он уже давно обучает людей большому теннису и по плаванию и тоже там уже нескольких чемпионов вырастил. Так же и в отношениях. Посмотрите, кто вам нужен в отношениях, кто вам нужен по строению бизнеса и здесь. Вот мы, конечно, в нашей системе Куб 8 мы даем некий фундаментальный бэкграунд, как строить отношения бизнеса и тела, потому что все начинается с того, чтобы научиться управлять мыслями. Ведь все это, это лишь результаты. Это лишь следствие того, как мы управляем мысль, действие и результат. Мысль, действие и результат для тела. Мысль, действие и результат для бизнеса. Сначала его нужно определиться с нишей. И мысль, действие и результат для создания семьи определиться с человеком. Много наговорил всего. Понимаю. Давайте, в общем, выводы. Итак, фундамент духовного роста – это создание системы инь-янь. То есть мужчина и женщина находят друг друга. Поверьте, Бог нам точно их подводит. Просто мы иногда не замечаем. Ой, мне кажется, это не мой. Точно, у нас наверняка уже ваша встреча произошла. Просто либо вы разрушились, разрушили эти отношения. Или, как вы думаете, может быть, сами разрушились. Либо вы не заметили этого человека, который точно уже в вашей жизни был, если вы старше 20 лет. Итак, ячейка создалась – все. Появилась точка старта духовного роста. И дальше вы просто каждый день, договариваясь с мужем, с детьми, с тещей, с свекровью, с сотрудниками, клиентами, партнерами, со всеми людьми на этой планете, учитесь договариваться. Из принципа «я окей», «ты окей», «мир окей» – такая коучинговая позиция. И чем больше вы договариваетесь, и чем меньше вы раздражаетесь, чем больше у вас законченных конфликтов, и чем меньше у вас незаконченных, незавершенных конфликтов, тем выше ваш духовный уровень. И отслеживаете вы это по этим трем маркерам. Уровень энергии, уровень вашей взаимной любви с любимым человеком, и уровень вашего общего семейного дохода от ваших двух бизнесов или двух карьер, которые вы строите вместе с мужем или с женой. Все, собственно. Если у вас где-то затык, и вы чувствуете, что нет понимания, как все это восстановить, всю эту систему, друзья, не проблема. В эту субботу я приглашаю на свои личные разборы. Они будут в небольшой группе. Называется «Тревизия сценариев жизни». Мы посмотрим, почему ваша система не работает. А не работает она только потому, что был какой-то прошлый негативный опыт либо у ваших родителей, либо у вас. Мы этот опыт найдем в виде конкретного негативного сценария. Мы его будем учиться перепрошивать в вашем подсознании, чтобы у вас появился новый навык, с помощью которого вы уберете это из своего подсознания и у вас откроется дверь в ваше счастливое будущее, в котором у вас есть рост денег, рост любви и рост вашей энергии. Приглашаю вас в эту субботу на ревизию сценариев жизни. Записаться можно прямо под этим видео. Просто написать «Хочу на ревизию». Мы свяжемся, расскажем вам условия. Там будут очень комфортные условия. Так что, друзья, жду вас в эту субботу на ревизии и будем с вами двигаться по этому духовному росту. Это не страшно, это прекрасно. Это, кстати, легко и приятно. Просто если понимать, что духовный рост – это на самом деле умение любить и быть любимым. Вот такой вот прям ключевой вывод.